Памятник Юрию Гагарину, единственный в Нижегородской области, установлен в городе Заволжье. Он был открыт в июне 1983 года в День молодежи. Автор, известный скульптор, заслуженный художник России Виктор Пурихов. Почему именно Заволжье стал обладателем столь редкого для региона монумента, доподлинно неизвестно. В одном из источников значится тот факт, что Заволжью статус города был присвоен спустя несколько лет после полета первого человека в космос. 1961-й полет, 1964-й статус города. Поэтому заволжане и решили присвоить имя Юрия Гагарина городскому парку культуры и отдыха, а рядом установили этот памятник. Получилась фигура трехметровая из Литой Медик. А это эскиз памятника Юрию Гагарину. Уменьшенную копию скульптуры автор Виктор Пурихов передал Музей истории города Заволжье. И именно здесь в этом году, в год 60-летия первого полета человека в космос, открылась собственная школа космонавтов. Наверное, всегда эта дата останется в памяти людей. И уже через год, с 1962 года, 12 апреля, было объявлено Днем космонавтики. Но сначала немного предыстории. Как отметили преподаватели школы космонавтов, подняться в воздух и парить там словно птицы люди мечтали еще много столетий назад. У героя древнегреческой мифологии Икара был самодельный летательный аппарат – крылья из перьев. Всем известно, на чем передвигалась эта сказочная героиня, которая своим появлением вызвала немалый восторг девчонок и мальчишек. А дальше уже современная история и рассказ о вкладе в развитие космонавтики великих советских ученых. Первые спутники Земли. Первые четвероногие космонавты. Первый полет человека в космос. Мы хотели познакомить детей с первыми летательными аппаратами в такой немножко интересной сказочной тематике и рассказать об этапах освоения человеком космического пространства, потому что и заслуги Константина Эдуардовича Цалковского и Сергея Павловича Королева не отнять. И подвиг Гагарина, он оставился в памяти людей. Это великое свершение, которое перевернуло весь мир. Связанных с историей космонавтики в музее хранится немало экспонатов. Сувенирная тарелка, перьевая ручка в виде ракеты и этот резной медальон. Который выполнен в дереве, в технике глухой резьбы, Богушем Владимиром Александровичем. Это почетный житель города Заволжья. Он тоже восторгался подвигом первого советского космонавта. И посмотрите, с какой точностью выполнена резьба, в резьбе портрет Юрия Алексеевича Гагарина. И его улыбка, которая известна людям во всем мире. В этой необычной школе ребята решали космические задачи, участвовали в космической викторине и производили космические опыты. Стрелочка весов показывает. А теперь давай в состояние невесомости входи. Падает. Оп. Вес снижается, когда происходит падение физического тела. Мне понравилось это мероприятие, потому что тут очень весело. Понравились мне особенно ребусы. Еще мне понравилось в космосе то, что нет гравитации. Можно просто летать свободно, но это довольно опасно. Я хочу стать космонавтом. А почему? Потому что хочется поведать космос и планету с птичьего полета. Я думаю, что космонавты должны быть сильными, выносливыми, умными. Таким был Юрий Кагарин. Я тоже хочу стать космонавтом. Но на этом обучение в школе космонавтов не закончилось. Настоящие космонавты должны уметь все. И даже сами смастерить летательный аппарат. Пока он из бумаги, но для творчества этого вполне достаточно. Внешние оформления и названия ракеты у каждого маленького космонавта свои. Порой очень неожиданные. Тамура, потому что мне очень нравится этот персонаж из мультика. Мне нравится характером и внешним видом. Я назвала свою ракету в ТикТок. Есть такое приложение. Я в нем снимаюсь. И в нем почти 300 подписчиков на моем канале. Это и полезно, и познавательно. И в рамках любого учебного предмета. Изготовили ракету. Репетишкам очень понравилось. Все было доступно, понятно, интересно и познавательно. И по возрасту, по уровню детей был подобран материал. Спасибо большое сотрудникам музея за такое прекрасное мероприятие. Спасибо. 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 Спасибо.